Пенсионерка Богомолова, 41-го года рождения, проживающая по адресу улицы Советского, обслуживается на дому социальным работником. Со слов социального работника Мирзоевой, Галина Ивановна завещала свою квартиру некой обочаравой муслимат, которая когда-то работала с ней на заводе. Богомолова бездетная, одиноко проживающая женщина. В последнее время отказывается от услуг соцработника. Обеспокоенный этим фактом руководством, было решено созвать комиссию и узнать о причинах происходящего. Человеку право распоряжаться своим жильем, это ее право. У нас в городе есть комиссия по русскому языку поселения. В положении написано, что даже если человек увольняется с предприятия, организации, даже по собственным желаниям, значит, они должны пройти в беседу в комиссии, мы должны узнать причину, вынуждает их или принуждает их это уволиться, или по своей доброй воле, мы этот вопрос должны выяснять. Мы 30 лет проработали бок о бок вместе. Она очень хорошая женщина. Именно так отзывается Галина Ивановна о муслемат. Объясняя причины своих действий, говорит, что ей стало очень тяжело жить на прожиточный минимум, и она заключила с ней договор. Поэтому я эту женщину муслемат знаю давно. Мы 30 лет проработали на филиале завода «Волга» у Жайдарбекова в одном отделе конструкторско-технологическом. Она конструктор, я технолог. Столы стояли рядом. Я давно и к ней, и она вхожа в наш дом, и я вхожа в их дом. Еще муж был жив, еще я и папу ее хоронила. Ну, в общем, я знаю давно. Мне обговорили, что она помогать будет, сделает ремонт. На этом основании, на материальном соображении, или на основании материальном, я написала. Мы это... Пригласила я еще Даниленку, Валентину Максимовну у нас. Она свидетелем была. Она тоже у нас работала на филиале, бухгалтером, расчетчиком. И 7 июля мы все вместе в 2012 году на Советской 14-ю у Мадины Агдуразаковой составили завещание на мою квартиру. И обговорили сразу, что она будет делать ремонт. Да, ремонт она сделала. И в том году делала, и в этом году сделала. И помогает. Ну, я попросила, чтобы она оплачивала еще коммунальные услуги. Патимат Ильясовна, являющаяся соцработником, была возмущена таким действием. Ведь она являлась и давней подругой Галины Ивановны. По словам Богомолова, ее соцработник, узнав о завещании, не давала ей покоя, преследуя свои корыстные цели, надеялась заполучить квартиру. Юсуф Нурудинович, в свою очередь, хотел выяснить, подавалась ли Галина Ивановна давлению и заставляла ли ее кто-нибудь писать завещание. Давай я встану на учет. Мне от тебя ничего не надо делать. Ну, ты сама знаешь, что я. Просто ты будешь как бы моим щитом. Так мы мирно сосуществовали до 7 июля 2012 года, пока я завещание не написала на Твудину. И тут, по темат, жаба стала душить. Вас никто не принуждал, что завершал квартиру? Нет, что вы, боже, есть бать. По проделанной работе о формировании культуры межнациональных отношений доложил Сулейман Абдуразакович. Дружба различных национальностей, профилактика возникновения экстремистских настроений. С этими целями в различных учебных заведениях города проводились беседы и тренинги. Согласно целевой республиканской программе развития национальных отношений в Республике Дагестан на 2011-2015 годы в образовательных учреждениях проводится системная работа, направленная на воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей, межнационального воспитания, профилактики возникновения экстремистских настроений. Проводятся и организуются круглые столы, тренинги. С закладом выступил Иджават Ханов, который доложил, что за текущий год от русскоязычного населения поступило 21 заявление. По факту притеснения обращений не было. Заявление по факту притеснения или на эту почву у нас ни одно заявление не поступило. Из поступивших заявлений нами возбуждено уголовное дело, шифры уголовного дела, по тем материалам, которые отношения к русскоязычному обслуживанию, что в Средине были совершены и не противоправные действия. Канцелярию поставили известие о том, что в том числе поступило заявление от русскоязычного населения, что известили меня, и я держу это в постоянном поле зрения, чтобы нормально приняли манер решения. Обращаясь к комиссии, Исуф Нурудинович обратился с указаниями повысить ответственность работников, оказывающих социальное обслуживание и соблюдать законность по защите прав русскоязычного населения, особенно одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов.